В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали, что передадут ответственность за закуп и сохранность планшетов для школьников казахстанским операторам связи. Как организуют этот процесс, кто будет ремонтировать гаджеты в случаях поломки, что говорят родители и педагоги об этом нововведении, узнавала Евгения Мягченко. Уже со следующего учебного года рюкзаки первоклашек станут намного легче. Вместо учебников дети будут носить с собой планшеты. Сейчас Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прорабатывает вопрос поставки устройств в школы. Гаджет заменит первый букварь и другие учебники по предметам. Нагрузка на позвоночник снизится. Вот только теперь родители будущих первоклассников переживают за здоровье детских глаз. Лучше было, мне кажется, как нас учили. Зачем вот эти новшества вообще? Сейчас больше голову забивает детям. Они и так без конца в этих планшетах сидят, в телефонах. Больше зрения будут портить. Все-таки больше к книгам. Ну, как бы привыкли то, что к ним. На глаза, во-первых. А во-вторых, они потом привыкнут к этому. У них постоянно он должен быть под руками. Ну, как бы нет. Мы не одобряем такое. Планшеты планируют выдавать на четыре года. С первого класса и до окончания начальной школы. Они полностью перейдут во временное пользование школьниками. Их будут применять в учебе на уроках и дома. По данным специалистов Министерства цифрового развития, закуп техники будет производиться с учетом требований к качеству и безопасности устройства. Однако у учителя, как и родители, придерживаются мнения, что планшет – это не решение проблемы тяжелых портфелей. Все-таки планшеты – это вредно. Все-таки книги есть книги. Ну, это мое личное мнение. Ну, надо как-то, наверное, по расписанию как-то надо смотреть, чтобы детям сразу столько предметов не тащить за собой на своих спинах. Ранее Багдад Мусин говорил о том, что в стране будет запущено собственное казахстанское производство по выпуску планшетов. Но сейчас почему-то планы изменились, и гаджеты решили закупать по сервисной модели. И эту функцию планируют передать казахстанским операторам связи. Они будут выступать в роли поставщиков. По своим внутренним корпоративным стандартам будут выбирать наиболее конкурентные по цене и качеству варианты техники. Также в рамках данной модели, кроме услуги по аренде планшетов, будут предоставляться услуги по интернету. Интернет будет предоставляться в рамках специального тарифа, который будет предоставляться операторам связи. И будет включать в себя доступ на определенный список сайтов, утвержденных нашим министерством, совместным министерством просвещения. Если все же планшет сломается, то в негарантийном случае его заменят, чтобы не прерывать учебный процесс. Если поломка покрывается гарантией, которая составит не менее трех лет, то поставщик возьмет все затраты на себя. Евгения Мягченко, Алексей Мехедов, Информбюро, Павлодарская область. Продолжение следует...